Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Секрет рыбалки прост, держи удачу за хвост. Тема нашего сегодняшнего выпуска – спиннербейты. Мы выбрали 13 наиболее важных и интересных, на наш взгляд, вопросов по спиннербейтам. Ответ на каждый вопрос у нас будет занимать около двух минут. Спиннербейт – это искусственная приманка для ловли хищных рыб в местах с большим количеством зацепов. Первые спиннербейты появились в Америке около 100 лет назад. Вопрос номер один. К какому классу приманок относятся спиннербейты? Несомненно, спиннербейты ближе всего находятся к вертушкам. Если перевести с английского языка слово спиннербейт, то слово спиннер – это означает вертушка, а бейт – это приманка. И получается, что это, если в вольном переводе, вращающаяся приманка. Но отличие спиннербейта от вертушки в том, что лепесток и грузик разнесены в стороны и соединены между собой посредством проволочной оси коромысла. Это проволочная ось коромысла. В верхней части заканчивается петелькой, на которой крепится лепесток, а в нижней части расположен чаще всего жестко закрепленный крючок, соединенный с грузиком-головкой. И крючок замаскирован синтетической юбкой. Это классический спиннербейт. Особенность спиннербейта в том, что эта приманка создает очень и очень сильную вибрацию. Никакая классическая и задняя огруженная, и передняя огруженная вертушка не может дать сопоставимую вибрацию, которую в состоянии произвести спиннербейт. Вопрос номер два. Почему крючок у спиннербейта находится так далеко от вращающегося лепестка? Не будет ли рыба кусать вращающийся лепесток, на котором нет крючка? За счет того, что крючок и лепесток у спиннербейта разнесены на определенное расстояние, лепесток получает степень свободы дополнительную. И при проводке ему ничего не мешает вращаться. Лепесток спиннербейта в состоянии вращаться как на самой медленной скорости проводки, так и на очень быстрой. Причем на быстрой скорости проводки он создает такие сильные завихрения и такие сильные возмущения в водной среде, что рыба слышит спиннербейт с большого расстояния и быстро подходит к приманке. Но на коротком расстоянии, когда рыба уже непосредственно возле самой приманки находится, напряженная игра лепестка уже не так интересна для хищной рыбы, как пульсирующая нижняя часть, крючок с юбкой. Эта юбка во время проводки пульсирует, эта пульсация возникает отчасти благодаря тому, что лепесток передает вибрацию через вот эту проволочную ось. И вот именно пульсирующая юбка с крючком и головкой служит всегда предметом атаки хищной рыбы. Поэтому не стоит бояться, что на спиннербейт будут поклевки именно в лепесток, который ничем не оснащен. Лепесток лишь привлекает рыбу, а атакует рыба всегда крючок. Это происходит практически всегда. Только в том случае, если вдруг крупная щука хватает весь спиннербейт целиком, можно подумать, что атака произошла на лепесток, но на самом деле щуку интересовала именно вся приманка, а не то, что сам вращающийся лепесток. Вопрос номер три. Можно ли заменить классическую юбку-бахрому на твистер или виброхвост? В процессе ловли на спиннербейты очень часто случаются ситуации, когда щука разгрызает вот эту силиконовую юбку, юбка падает на дно и остается только головка, раскрашенная с крючком. Такая приманка тоже привлекает рыбу, но эффективность ее резко падает. Как можно поступить в данном случае? Можно, конечно, попытаться в магазине найти готовые юбки для спиннербейтов. Такие юбки продаются. Это полосочки вот такие вот нарезанные. И посередине резиновое колечко. И прямо резиновое колечко одеваешь на головку. И приманка как бы получается опять готовая к ловле. Но вполне возможно вместо вот этих силиконовых юбки использовать всевозможные силиконовые приманки. Твистеры, виброхвосты, октопусы. Конечно, силиконовые приманки увеличивают парусность. Спиннербейт забрасывается на чуть более короткое расстояние. Но на уловистости это сильно не сказывается. Нельзя сказать, что силиконовые приманки, такие как твистер, виброхвост или октопус, делают спиннербейт более уловистым, чем он был оснащенным силиконовой юбкой. Но тем не менее, если у вас под рукой силиконовой юбки нету, то вместо того, чтобы ловить на спиннербейт, оснащенный просто крючком и головкой, лучше что-то подсадить и замаскировать. Крючок придать ему точку атаки. Вопрос номер 4. Есть спиннербейты, у которых ось изготовлены из обычной проволоки, а есть из титана. Какие лучше? Как правило, большинство спиннербейтов имеет обычный стальной проволочный каркас. Но существуют еще и элитные приманки, элитные спиннербейты, у которых каркас изготовлен не из стальной упругой проволоки, а из титановой проволоки. В общем-то, это спиннербейты, предназначенные для спортивной ловли рыбы. Сказать, что они уж так хороши и на голову превосходят обычные спиннербейты, не скажешь. Но, тем не менее, у них есть существенные преимущества по сравнению со спиннербейтами, у которых обычная проволочная ось. Отличие заключается в том, что титан – это более упругий материал, чем сталь. И он очень хорошо передает вибрацию. Поэтому спиннербейты, у которых ось карамысла изготовлена из титана, они от лепестка могут передать больше вибрации на пластиковую юбку, и приманка у нас получается более активная. Вторым преимуществом титановых спиннербейтов будет то, что во время вываживания рыбы, особенно это касается щуки, очень часто проволочная ось, хоть она и изготовлена из упругой закаленной проволоки, тем не менее, она гнется, деформируется и может довольно-таки быстро прийти в негодность. А если ось карамысла спиннербейта изготовлена из титана, никаких проблем с этим нет. Поэтому можно очень массово ловить щуку, и спиннербейт у нас практически не страдает от зубов щуки, и мы не теряем время на то, чтобы вот так вот пальцами разравнивать карамысла и продолжать ловлю. Но у спиннербейтов, ось которых изготовлена из титана, есть и свои недостатки. Этот недостаток, в первую очередь, это цена. По нашему мнению, особой нужды в использовании на любительских рыбалках спиннербейтов. Ось которых изготовлена из титана, нет. Потому что хоть титан и долговечнее, и надежнее, чем сталь, тем не менее, преимущества, все преимущества титановых спиннербейтов могут проявиться только при активной, энергичной ловле на соревнованиях. Поэтому на соревнованиях это более чем оправдано, на любительских рыбалках особого смысла в этом нет. Вопрос номер пять. У одних спиннербейтов петелька для лески надежная, закрытая, а у других открытая. Зачем это нужно? Изначально большинство спиннербейтов имеет переднюю открытую петельку. Смысл этой открытой петельки в том, чтобы передать максимальное количество вибрации от лепестка на крючок, оснащенный силиконовой юбкой. Но такое крепление имеет и один недостаток. Если мы будем привязывать леску непосредственно к этой петельке, то никаких проблем не будет. Но если мы будем использовать застежку, то застежка может легко соскочить и в нижнюю часть спиннербейта, и в верхнюю часть спиннербейта. И в результате это может привести, во-первых, к скоду рыбы, а во-вторых, просто приманка будет плохо работать. Поэтому существуют спиннербейты, у которых проволочная петелька закрытого типа. Такие спиннербейты уже более надежные в плане, что застежка отсюда никуда не соскочит, но они хуже передают вибрацию от лепестков. И еще у них есть один недостаток. Дело в том, что любой перегиб проволоки, сильный перегиб, а здесь перегиб практически, проволока вивается вокруг себя. Это слабое звено. И поэтому при вываживании рыбы вот с такого спиннербейта может случиться неприятность. В том плане, что спиннербейт просто в этом узле разламывается. Мы теряем и спиннербейт, и теряем рыбу. Поэтому при возможности выбора лучше всегда останавливать свой выбор именно на спиннербейтах, которые имеют незакрытую петельку, а открытую петельку. А открытую петельку можно очень легко защитить, если на эту петельку поставить маленький кусочек вот такого кембрика. Кембрик предотвратит сползание застежки по оси и вверх, и вниз, и не будет никаких проблем. Вопрос номер шесть. Существуют спиннербейты сразу с несколькими лепестками. Есть ли у них преимущество перед обычными спиннербейтами? Для ловли рыбы в теплой воде, и когда рыба очень активна, имеет смысл использовать спиннербейты с двумя или даже с тремя лепестками. Существуют такие спиннербейты. Смысл таких ухищрений в том, что два лепестка или три лепестка дают значительно большую вибрацию и привлекают рыбу с большего расстояния. Такие приманки значительно более шумные, чем спиннербейты, оснащенные одним лепестком. И кроме того, рыбы их атакуют более агрессивно. Замечено, что на спиннербейты с одним лепестком атаки более слабые, с меньшим ударом. А спиннербейт, оснащенный двумя или тремя лепестками, всегда очень сильная атака идет на приманку и очень сильный удар по приманке. То есть это показывает нам то, что хищника, эта приманка раздражает очень и очень сильно. Вопрос номер семь. У некоторых спиннербейтов лепесток вытянутый, а у других почти круглый. Какой лучше? Существуют спиннербейты, предназначенные для ловли на откровенном мелководье, и спиннербейты, предназначенные для ловли на довольно-таки значительных глубинах. Основное отличие таких приманок в том, что спиннербейты для мелководья, как правило, имеют широкий порусящий лепесток. Такой порусящий спиннербейт можно провести на откровенном мелководье, там, где над водорослями есть всего лишь 10 сантиметров чистой воды. И, соответственно, таким спиннербейтом на глубине ловить будет очень и очень сложно. Он будет очень медленно опускаться, и динамика ловли пропадет. А спиннербейт с узким лепестком имеет гораздо меньшую подъемную силу, и его можно провести с ненапряженной игрой на довольно-таки значительной глубине. Поэтому, если рыболов собирается ловить на откровенном мелководье, лучше предпочесть спиннербейты с широким, большим порусящим лепестком. И если собирается ловить на довольно-таки значительных глубинах, то лучше использовать спиннербейт с небольшим лепестком, и лепесток обязательно должен иметь вытянутую форму. Вопрос номер 8. Какой проводкой лучше всего ловить на спиннербейты? Спиннербейты – это, можно сказать, другое устойчивые приманки. Их можно проводить так, как себе того пожелает рыболов. Но чаще всего наилучшей проводкой является равномерная проводка, медленная, равномерная, когда спиннербейт идет, лепесток вращается довольно-таки ненапряженно, и юбка при этом пульсирует. Равномерную проводку спиннербейта очень полезно разнообразить легкими подтвичиваниями. На подтвичиваниях очень красиво пульсирует юбка. Она то сжимается, то разжимается. Можно применять волнообразную проводку при ловле со спиннербейтами, потому что эта приманка хорошо работает не только на горизонтальной проводке, но и на падении. И также можно использовать ступенчатую проводку. Но для ступенчатой проводки уже лучше использовать спиннербейты не с юбкой силиконовой, а с всевозможными силиконовыми приманками и спиннербейт, оснащенный системой быстрой замены джик-головки. То есть у этого спиннербейта джик-головка не как у всех спиннербейтов жестко закреплена, а имеет подвижность, шарнирность. И эту головку очень легко можно заменить. В результате с таким спиннербейтом появляется возможность очень эффективно использовать ступенчатую проводку. И ловить на спиннербейт, если подобрать нужную по весу джик-головку, на любых глубинах вплоть до 15-20 метров. Вопрос номер 9. В какое время года рыба лучше всего ловится на спиннербейты? Несомненно, золотое время использования спиннербейтов приходится на летний период. В это время вода мутная, теплая, а рыба весьма активная. Именно в этих условиях проявляются все лучшие свойства данного типа приманок. Эти приманки шумные, заметные с большого расстояния, создают сильную вибрацию и привлекают активную рыбу. Хочется заострить внимание, что помимо спиннербейтов есть так называемые приманки, которые называются басбейт. Это приманки, которые похожи на спиннербейты, но имеют некоторые отличия. У них в верхней части расположен вот такой вот пропеллер. Вот, если на него падуть. Самое интересное, что вот эту приманку, даже когда забрасываешь, она летит и жужжит так, жужжж, прямо в полете. Такая приманка тоже очень хорошо работает. Это, в общем-то, можно сказать, разновидность спиннербейта. Но такая приманка лучше работает не когда она идет в толще воды, а когда она идет почти по самой поверхности, а лепесток хлюпает прямо по поверхности воды. По эффективности ловли рыбы басбейт может запросто конкурировать с любой другой поверхностной приманкой. Басбейт создает много шума и с легкостью проходит без зацепов через водную растительность. И хочется отдельно остановиться на позднеосенней ловле. Конечно, для позднеосенней ловли вот такие спиннербейты классические подходят очень плохо. Но если использовать специальные джиговые спиннербейты, то все очень хорошо, потому что джиговый спиннербейт, имея мы возможность подобрать нужную джиг-головку, можем подобрать джиговую приманку, на которую мы, например, любим ловить обычным способом, без использования вращающегося лепестка, и совершенно спокойно облавливать глубинные бровки при поиске судака. Очень часто, поздней осенью, именно спиннербейт оказывается приманкой номер один. Как ни странно, хотя вроде бы это кажется, что это летняя приманка, тем не менее, поздней осенью бывали ситуации, когда именно спиннербейт приносил нам самых крупных судаков и щуку. Вопрос номер 10. Спиннербейт – это приманка только на щуку? Изначально спиннербейты создавались исключительно для ловли щуки в трудных местах. В местах с большим количеством кувшинок, водной растительности. Но, тем не менее, со временем появились специальные спиннербейты, на которые можно ловить, например, судака. Такие спиннербейты отличаются от классических тем, что у них сменная система джиг-головок в нижней части. Существуют спиннербейты, предназначенные исключительно для ловли окуня. Такие спиннербейты отличаются миниатюрными размерами, сверхкомпактными размерами и просто выкашивают окуня летом в жару. Миниатюрные окуневые спиннербейты с фольфрамовой огрузкой предназначены для быстрой ловли активного окуня в местах с большим количеством зацепов. Их можно проводить равномерной проводкой, но лучшие результаты приносит проводка с легкими подтвичиваниями. И существуют специальные форелевые спиннербейты, на которые очень удобно ловить рыбу на реках с довольно-таки сильным течением. Несмотря на то, что есть специальные спиннербейты, на любой из спиннербейтов может клюнуть любая хищная рыба. Не стоит думать, что, например, классические спиннербейты это чисто исключительно щучья приманка. На такие спиннербейты великолепно ловятся и окуни. И, в принципе, их может схватить любая хищная рыба. Вопрос номер 11. Почему спиннербейт считается незацепляйкой? Ведь у него открытый крючок. Основная особенность спиннербейта в том, что это просто, можно сказать, идеальная незацепляйка. Почему идеальная? Потому что крючок у нее, в отличие от многих других незацепляек, всегда открыт для подсечки. И когда хищная рыба хватает, ей не надо проминать всевозможные усики, продавливать вниз силиконовую приманку, как, например, или поролонку, как, например, в случае с двойником или оффсетным крючком. Крючок спиннербейта всегда открыт для подсечки. Крючок этот жесткий. За счет того, что жесткая конструкция, очень хорошая подсечка получается. Если крючок шарнирный, то подсечка немножко страдает в этом случае. А защищает этот крючок вот эта проволочная ось. И во время проводки вот эта проволочная ось, она совершенно свободно раздвигает стебли водных растений. Она ударяется по подводным корягам затопленным. И в результате у нас крючок всегда открыт для подсечки. И в то же время он очень надежно защищен проволочной осью, которая от него расположена на довольно-таки значительном расстоянии. И эта проволочная ось совершенно не мешает хищной рыбе хватать непосредственно ту часть спиннербейта, где расположен крючок. Поэтому из всех известных незацепляющихся приманок мы считаем, что именно спиннербейт является, можно сказать, идеальной приманкой незацепляйки. Вопрос номер 12. Почему так много спиннербейтов черной или темной расцветки? В большинстве случаев спиннербейты рассчитаны на то, чтобы ловить ими в местах с небольшой глубиной и в местах, где много водной растительности. Как правило, в таких местах рыба находится довольно-таки близко от поверхности воды и смотрит на приманки снизу вверх. Какая приманка, если смотреть на нее снизу вверх, на фоне светлого неба, будет заметнее всего? Несомненно, черная приманка. Черные, темные приманки. Эти приманки для рыболова, они и привычные. Рыболовам кажется, что серебристый, например, светлый спиннербейт будет более уловистым, чем темный. На самом деле, наоборот происходит. Такой спиннербейт самому рыболову, когда проводишь, он хуже заметен, но зато он лучше заметен для рыбы. Поэтому, если мы хотим большее количество поклевок, лучше выбирать темные спиннербейты и с темной юбкой, потому что на фоне светлого неба они более заметны. Вопрос номер 13. Нужен ли при охоте за щукой со спиннербейтами поводок? Когда ловишь на спиннербейт щуку по заросшему мелководью, то сама конструкция спиннербейта позволяет использовать обычную монолеску или привязывать плетенку непосредственно прямо к петельке спиннербейта, потому что вот эта проволочная ось, она косвенно защищает леску от зубов щуки. Но, тем не менее, очень часто случаются ситуации, когда щука, даже некрупная щука, вот такой спиннербейт, к примеру, щука полтора килограмма, может заглотить очень глубоко, буквально до жабра. И, соответственно, весь спиннербейт окажется в пасти, и если будет поводок из обычной монолески, то этот поводок легко перережется, и мы потеряем спиннербейты и покалечим щуку. Поэтому уместно использовать при ловле на спиннербейты поводки из толстого флорокарбона. Хотим заострить внимание на том, что флорокарбон хорошо работает как поводок при ловле щуки в том случае, когда он имеет диаметр не меньше 0,4 мм, а лучше 0,5-0,6 мм. Такой поводок щукой практически уже не перекусывается и позволяет без проблем ловить на спиннербейты в местах, где большое количество щуки, и мелкой, и крупной. Можно использовать и стальной поводок, поводок струну. Но мы, например, предпочитаем использовать именно поводок из толстого флорокарбона. В этом случае никаких проблем не будет. Поэтому хоть спиннербейт и является, в общем, приманкой не зацепляйки, приманкой, которая имеет уже в своей основе, можно сказать, стальной поводок коромысла. Это и есть стальной поводок по сути своей. Но, тем не менее, впереди, перед приманкой обязательно нужно ставить поводок из толстого флорокарбона или поводок струну. Зачем это нужно? Хотя, если хищная рыба видит спиннербейт, как правило, щука не промахивается и берет непосредственно юбку с крючком. Но, тем не менее, если вода мутная, если много водорослей в воде, то хищница очень часто идет на вибрацию. И фактически в момент атаки она спиннербейт не видит. Она атакует как бы с упреждением и налетает, например, в переднюю часть приманки. Если у нас поводка не будет, то, конечно, приманку мы потеряем. Поэтому поводок никогда не стоит забывать даже при ловле на спиннербейты. Флорокарбоновый поводок делает снасть более невидимой и реально увеличивает число поклевок рыбы. Спиннербейты – это совершенно замечательные спиннинговые приманки. Не перестаешь удивляться их возможностям и идеям, которые заложены в конструкцию. Эти приманки прошли испытания временем и доказали свою состоятельность при ловле щуки, судака, окуня, а также многих других хищных видов рыб. С вами была программа «Чертова дюжина» и мы ее ведущие Владимир Щербаков и Дмитрий Щербаков. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...